Эпатажное поведение, эмоциональные речи и драки в Госдуме. Таким запомнился большинству Владимир Вольфович Жириновский. Он 30 лет возглавлял ЛДПР и становился депутатом каждого созыва. Но кем на самом деле был политик? Сегодня вы узнаете, сколько языков знал Владимир Вольфович, почему его любят в ТикТоке, откуда взялся мем «Жириновский предложил», как вам идея, и какие предсказания политика уже сбылись. Привет, меня зовут Аллан, и вы на канале МыМедиа. И прежде чем мы начнем, подпишись на канал МыМедиа и нажми на этот колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Владимир Вольфович Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате Казахской ССР. Ныне в Республике Казахстан был младшим шестым ребенком в семье. Мать Александра Жириновская, в девичестве Макарова, уроженка Мордовии. Отец Владимира Жириновского Вольф Эдельштейн. Выходец из Западной Украины, на тот момент территория Польши. В начале Великой Отечественной войны был депортирован в Казахстан, где работал на Транссибе. В 1945 году женился на матери Владимира Жириновского. Однако спустя год, сразу после рождения сына, был выслан в Польшу. Затем жил в Израиле. Жириновский изучал турецкий язык. В Институте Восточных Языков при МГУ. И по его окончании, некоторое время работал в Турции переводчиком. По его собственному признанию, был там даже задержан полицией и на некоторое время посажен в тюремную камеру по подозрению в распространении коммунистической пропаганды. Причиной ареста послужил подаренный местному жителю советский значок. Помимо турецкого, владел еще английским, французским и немецким языками. Впервые выдвинул свою кандидатуру в депутаты СССР в 1988 году. А через год появилась ЛДПСС – Либерально-демократическая партия Советского Союза, которой суждено было впоследствии стать ЛДПР. Жириновский шесть раз баллотировался на пост президента РФ. Вошел в Книгу рекордов России как участник наибольшего количества президентских кампаний в РФ. Благодаря своей хаотичной харизме, Владимир Вольфович на протяжении всей своей долгой политической карьеры завоевывал сердца все новых и новых поколений. Не исключением стали зумеры. Например, на его фанатскую страничку в ТикТок подписано четверть миллиона пользователей, а видео с его высказываниями собрали 10 миллионов лайков. В комментариях к роликам с участием политика подписчики называли его кумиром на века, а его эмоции сравнивали с отдельным видом искусства. Особую любовь у тиктокеров снискали оскорбительная речь Жириновского в адрес депутата Ирины Родниной, прозвучавшая в 2015 году на заседании в Госдуме. Лидер ЛДПР тогда разозлился из-за того, что бывшая спортсменка с места прокомментировала его речь во время выступления. ТикТокеры стали использовать этот звук для комментария к различным жизненным ситуациям. Не забыли юзеры, политику и его многочисленные несуразные нередко сложные реализуемые предложения по реформам в России. И так родился мем Жириновский предложил «Как вам идея?» Жириновский предложил остаться в теплой кроватке и не идти на работу «Как вам идея?» Или Жириновский предложил затарить чипсы, сухарики, лимонад и пойти на всю ночь в компьютерный клубешник «Как вам идея?» До сих пор вспоминает его знаменитое обращение к Джорджу Бушу-младшему, в котором он, сидя в обнимку с двумя молодыми людьми и сигаретой в руках, говорил экс-президенту США «Джордж, ты ковбой!» И совсем уж нецензурно прошелся по Биллу Клинтону и Кандализе Райс. Ночью чуть-чуть изменит гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, и вся страна будет под водой. Понял ты, странный ковбой. Такой смелости в выражениях позволял себе мало кто из политиков. Отдельным пунктом в послужном списке Жириновского стало посещение совхоза имени Ленина летом 2017 года. После того, как лидер ЛДПР покормил клубникой с рук своих более молодых товарищей по партии, он бросил неоднозначную фразу. Вот всем детям России в день бы пять ягодок, ну, и дети были бы здоровее и вкуснее. Практически каждая предвыборная кампания Жириновского или ЛДПР становилась вирусной. Жириновский или будет хуже. Или роли, в котором Владимир Вольфович хлещет кнутом запряженного в сане ослика. Кстати, эту рекламу обернулась для политика обвинениями в жестоком обращении с животными. А помните плакат с цитатой «Я такой же, как вы», где Владимир Вольфович стоит в футболке советской трэш-металл-группы Хэл Эйзер? Сейчас его тоже часто приделывают на новый лад в соответствии с интересами молодежи. Но самый любимый у народа стал кадр с Грозным Жириновским, заявляющим «Хватит это терпеть!» накануне выбора в Госдуму 2011 года. А в августе 2017-го лидер ЛДПР с сопартийцами отметил День физкультурника и искупался в бассейне. Неподдельный интерес у любителей мемов вызвала фотография, на которой довольный политик нежился на поддерживаемом молодыми активистами матрасе. Жириновского в плавках перемещали на «Железный трон» из сериала «Игры престолов», «Красную площадь» и другие примечательные локации. В последующие годы скандальное видео «Нет-нет» да всплывало на разных платформах, в том числе с недвусмысленными названиями вроде «Жириновский развлекается с юношами в бассейне». Незадолго до смерти политика о нем массово заговорили как о невероятно точном провидции. Например, он предсказал расширение НАТО. «Если им удастся включить восточноевропейские страны, Прибалтику, Закавказье, то есть вновь окружить Россию, как было в начале века, Антанта напала на советскую Россию. Вот все продолжается». Или до пять лет до избрания Барака Обамы он заявил. «Муж же по-испански говорит, свежий президент у вас будет мусульманным и негром». А за год до спецоперации на Украине он назвал почти точную дату ее начала. «Надо сказать, давайте выполнять. Отказывайтесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? Четыре часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22-й год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной». Удивительно, но Владимир Жириновский описал даже детали своих похорон. Об этом он говорил и в 2003 году. «Значит, я предполагаю, что панихида будет в колонном зале. Мне нравилось при большевиках, что там проводилось. Большой покрыт. Как у Сталина». «Черной рамки, да. На Лафете гроб пронесут до университета старое здание, чтобы не мешать движению. Народ, чтобы не был бунтовал. Там уже на автомобиле и на Новодевичье кладбище». Напомним, скончался политик 6 апреля 2022 года и действительно был похоронен на Новодевичьем кладбище, но навсегда остался в наших сердцах, как человек-легенда. А на этом все. Я надеюсь, благодаря этому выпуску вы сегодня узнали много нового. Если да, то жду ваши лайки, оставляйте комментарии под этим выпуском. Не пропускайте наши следующие видео, а для этого подпишитесь на канал Мемеди. А с вами был Алан. Ну а пока, пока.